Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 17 декабря По народному месяцу слову Варвара Зимняя, Заваруха В этот день христиане чтут память святой Варвары Илеопольской Жила в Финикии, конец 3-го, начало 4-го веков То ли от того, что забеливший землю снег света прибавлял То ли из-за ясной солнечной погоды, стоявшей в эти морозные дни Но с чьей-то легкой руки, пошла о Варваре по миру молва Будто она кусок от ночи урвала, а ко дню притачала Но до солнцеворота еще больше недели оставалось Так что это известие можно было отнести к разряду неверных Или, скажем, преждевременных А Варвара не светом, а крепкими морозами в народе славилась Придет Варюха, береги нос до уха И все это было лишь началом декабрьских холодов Потому что Варвара мастит, Савва гвозди острит, а Никола прибивает Что означало, устанавливается санный путь, морозы крепчают, зима в самом разгаре И до тепла еще очень далеко Говорят, в эту пору ходит по земле сам Дед Мороз Вздохнет поглубже, все вокруг замрет в ледяном оцепенении Скажет слово, оно снежным облаком на землю упадет Топнет ногой, затрещат, заохают в лесу деревья стужи скованные И не найти на лютого деда управы Разве что на теплой печи схорониться А выходя из избы, закутаться потеплее Надвинув шапку на брови, а шарф до подбородка натянув Хотя и в этом случае трудно будет от морозных подщечин уберечься Которые на лице долго красными отметинами полыхают Крестьяне так говорили о Варварином дне Варвара мосты мастит, на Варвару зима дорогу заваривает То есть в это время уже окончательно замерзают дороги И устанавливается санный путь Отсюда пошло и одно из названий этого дня – заваруха Ночь же еще долго будет длиннее дня Поэтому крестьянскую избу надо было как-то освещать В давние времена для этого использовали лучину Длинную щепку, укреплявшуюся в светце Подставка с железными загнутыми кверху рожками Лучины горели быстро Поэтому нужно было все время за ними следить и менять на новые В южных областях России для освещения использовали каганец – масляную лампу Это был глиняный черепок, куда наливали бараний жир Такая лампа горела намного дольше простой лучины На юге для освещения использовали бастальник Или как еще его называли – царская свеча Бастальник – это трава, которую в народе называли кулина Чтобы царская свеча хорошо горела, ее предварительно вымачивали, а затем высушивали Кстати, бастальник был намного лучше лучины Светил ровнее, не дымил и не трещал Из традиционных женских занятий Варвара покровительствовала главным образом придению Чтобы святая не оставила своими милостями женщин-рукодельниц Последние особенно строго соблюдали в день ее памяти Узаконенные традиции, правила и запреты, связанные с нитью и тканью Нельзя было в Варварин день прясть Иначе она веретенами заколет ослушниц или напустит в избу змей Запрещалось шить, иначе куры не будут нестись Женщинам в этот день разрешалось молоть толокно, трепать лен И, конечно же, готовиться к предстоящим праздникам Они готовили сладости, карамелизировали орехи в сахаре Варили в меду ягоды и фрукты Пекли пряники, делали леденцы А мужчины варили различные напитки, предвкушая скорое веселье В этот день примечали Если на Варвару стукнул мороз, то он простоит и ближайшие дни Вечерний закат зацвел красными красками Жди морозного и ясного дня А если закат заволокли облака, то снегопада Ночное небо тусклое, без звезд, жди оттепели Дым, поднимающийся из трубы, стелится по земле Холода вскоре отступят А еще добавляли Если к 17 декабря морозы отступили, то урожай льна будет хорошим Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok